Здравствуйте! Вы смотрите новости на СТМЕГИ ТВ. Накануне в Москве состоялся вечер памяти Сергея Ивановича Вайнштейна, исполнительного вице-президента фонда СТМЕГИ и советника президента Германа Захарияева. Известный ученый и общественный деятель ушел от нас в мае этого года. Вспомнить Сергея Ивановича добрым словом пришли его коллеги, друзья, раввины, представители азербайджанской диаспоры в Москве. Для многих присутствующих в зале он был не просто коллегой и старшим товарищем, но и учителем, другом, примером для подражания. В эти выходные Париж подвергся небывалой террористической атаке, состоявшей из восьми отдельных терактов. В результате стрельбы, взрывов, захвата заложников погибло 129 человек. Пострадало более 300. Главный раввин России Раф Берл Лазар направил письмо с соболезнованием президенту Франции Франсуа Аланду и подчеркнул, что, цитирую, Любые призывы понять боевиков, любые попытки приравнять убийц к национально-освободительному движению приводят лишь к тому, что террор достигает своей цели, а все мы превращаемся в заложников. Также Раф Берл Лазар зажег свечу и прочел поминальную молитву у посольства Франции в Москве. Бойцы Цагала задержали палестинского террориста, убившего в пятницу Равина Яакова Литмана и его сына Натанеля. Вместе с подозреваемым были задержаны еще несколько палестинцев и обнаружено оружие, из которого был совершен теракт. Подозреваемый признался в содеянном. Напомню, что обстрел машины Равина произошел 13 ноября возле поселения Отниэль. Террорист сидел в автомобиле на обочине и ждал, когда по дороге проедет израильская машина. Он открыл огонь, убил Равина Литмана и его сына и сбежал с места преступления. В синагоге города Нальчика по инициативе Рабанит Миланы Мелки Шабаевой состоялась грандиозная выпечка хал. Около 50 девушек и женщин приняли участие в выполнении столь важной и истинно женской митцвы. Рабанит рассказала об основных заповедях, относящихся к женщинам. Это отделение халы, зажигание субботних свечей и соблюдение законов семейной чистоты. Все присутствующие получили хороший урок и массу положительных эмоций. Евреи Франции проведут молитву в Большой синагоге. Группа военнослужащих Цагала отказалась участвовать в разрушении синагоги в Гивадзееве. В память солдат от Цагала Эрика Давыдова назвали школьную библиотеку. Об этом и не только. Читайте на сайте stmagi.com. А актуальные курсы валют вы видите на мониторе. Хорошего настроения и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова